Добрый день, уважаемые слушатели. Это программа «Особое мнение». У микрофона Светлана Занькова. И сегодня напротив меня Олег Липовецкий, театральный режиссёр и художественный руководитель конкурса «Драматургия и ремарка». Добрый день, Олег. Здравствуйте, Света. Олег Михайлович обещал мне прийти и пришёл. И мы вам обещали, слушатели, что встретимся ещё в этой студии. А мы женаты, мы женаты. Да, но ты когда пришёл, ты сразу со мной почему-то на вы в течение 15 минут разговариваешь. Это инстинктивно. Я знаю, почему. Я когда вижу красивую женщину, я всегда навысяю сначала. Надо чаще встречаться, Олег. Это я понял хорошо. Я-то готов. Да. Мы, кстати говоря, собирались и сделали так. Мы встречаемся накануне практически премьеры спектакля, который ты два месяца ставишь в драм-театре. «Жульетта выжила», напоминаем. Я за это время просмотрела, сколько ты дал интервью, где побывал, с кем встречался. Ну, достаточно активно. Наверное, практически во всех СМИ появилось интервью с тобой и с Константином Солдатовым. Мало того, тебе пришлось пойти... Ну, как пришлось? Я утрирую, конечно. Ты сам хотел пойти на встречу со студентами опорного вуза. И эта встреча состоялась. И если ты позволишь, я даже небольшую завесу открою, почему ты туда пошёл. Да, конечно. Да, потому что мы с тобой разговаривали в театре после премьеры старшего брата... Старшего сына. Старшего сына, извини. И я просто видела, что ты поздравляла недавно своего старшего брата с днём рождения. У меня ассоциация, да. Вот. И я тебе подошла и сказала, посмотри на публику. Она хорошо приветствовала спектакль. Спектакль серьёзный, уже можно сказать классический, да, по классическому практически произведению. У тебя произведение совсем другое. И я хотела понять, как ты оцениваешь публику, которая приходит в драмтеатр, а она всё-таки сложившаяся такая вот эта группа людей, которые приходят в драмтеатр. И не страшно ли тебе, какого будет восприятие этой публики твоего спектакля? Он совсем другой. И тогда мы решили пойти послушать и посмотреть на молодое поколение нашего города, которые почему-то не очень активно ходят в драмтеатр. И вот ты это сделал. Ты сегодня был в опорном вузе. Как тебе потенциальные твои зрители? Давайте говорить о том, что мы все понимаем, почему молодёжь не почему-то, а причину мы прекрасно знаем, по которой молодёжь не идёт в драмтеатр пока, но её зато, например, много в театре на Спасской. Дело в том, всё дело, во-первых, в репертуаре, который идёт в театре, во-вторых, в работе, которую театр очень долго, то есть Борис Павлович вместе с театром, театр вместе с Борисом Павловичем, театр под руководством Бориса Павловича вёл в городе, в том числе, в первую очередь, с молодёжью, чего в драматическом театре, к сожалению, до сих пор не было и сейчас только начинает развиваться. Люди, которые пришли на старшего сына, это тоже замечательная публика, которая имеет право ходить в театр. Другое дело, что хотелось бы, чтобы в театр ходили не только люди старше 50 лет, да, театру, конечно, нужна молодёжь, потому что это будущие зрители и потому что молодёжь потом приведёт за собой своих детей и так далее, и так далее, и так далее. Растёт поколение за поколением. И, естественно, что мне хотелось пьеса, которая написана о сегодняшней молодёжи, естественно, что мне хотелось бы, чтобы на спектакль пришли люди из этого поколения. Поэтому я пошёл. Ну, плюсы, я честно скажу, всё-таки я человек немного постарше этой молодёжи, так, в два раза. И очень хочется сохранять с ней связь. Сегодня я пошёл в том числе и потому, что я хотел понять, могу ли я говорить с ними на их языке. То есть, ну, понятно, я не говорю о заигрывании о каком-то перед молодыми, да, а именно о понимании проблематики, способе существования в одном с ними мире. Понимают ли они меня, понимают ли я их, интересно ли им то, что я говорю. Ведь всё равно, рассказывая эту историю, я рассказываю так, как её понимаю я. Конечно. Ты сейчас о спектакле говоришь. Да, 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 конечно. Вот. И оказалось, что наш разговор интересен и педагогам, моим ровесникам, ровесницам, даже старше. Кто там был вот на встрече в ВУЗе? Да. Историки, студенты-историки, студенты-филологи. И их преподаватели. И их преподаватели. Культурологи, по-моему, ещё там тоже были. Да, ещё культурологи, да, и их преподаватели. Их было, конечно, меньше, чем мне хотелось, но приличное количество всё равно. Вопросы. Были ли вопросы? Скорее всего... И как смотрели они на тебя? Смотрели? Что я должен... Им было интересно, им... Мне кажется, что нескольким девушкам я понравился. Я не сомневаюсь в этом. Вчера, конечно. О чём они тебя спросили? Скорее, можно сказать, что вопросы им задавал я. Угу. Потому что они вели себя достаточно пассивно, особенно поначалу. Угу. И пришлось их провоцировать. И в этом мне помогла педагога. Ксения Станиславовна Лицарева. Да, замечательный, замечательный педагог. Я даже сначала вздрогнул, так яростно она за меня взялась. Но потом я понял, что это очень даже правильно, что она так себя ведёт, потому что это поднимает сразу градус беседы в должный уровень. И мы страстно с ней поговорили. Угу. И чем, наверное, хоть немного пропудили интересы, да? Конечно. Вообще, ну, конечно, когда спорят с педагогом, студентам интересно. Это да. Это да. Ну, хорошо. Я не знаю, это может быть тоже какая-то особенность и менталитет, потому что по мне так культурологи и филологи, они должны просто вот как раз растерзать попавшегося им в руки приезжего режиссёра, на клочки просто разобрать, на задавать вопросов. Ну, я с такой практикой и с такими ситуациями постоянно сталкиваюсь. Наверное, всё-таки это какая-то особенность. Мне кажется, они ещё маленькие. Думаешь, поэтому? Да, да. Просто стесняются. Им дорога вот в драмтеатр на спектакль «Жульетта» выжила? Им что? Дорога? Да. Конечно. Именно они и должны прийти, ты считаешь? Не только именно они, но в том числе и они, конечно, я знаю, что они идут 26 числа всем университетам, вроде как. Университет их ведёт на этот спектакль. Да, но это заслуга их ректора. Валентина Николаевича. И он правильно делает, что, конечно, образовывает их таким образом тоже. Это замечательно. Напоминаю, что это особое мнение Олега Липовецкого, театрального режиссёра, художественного руководителя конкурса «Драматургии Ремарка». Прежде чем мы с тобой поговорим о том, на какой стадии сейчас находится готовность спектакля «Жульетта выжила», а там много всяких нюансов, я была тоже, подсмотрела несколько вещей, связанных с декорациями, почитала тут некоторые секреты, которые ты раскрыл уже моим коллегам, о том, как складывали взаимоотношения в труппе с тобой. Я бы всё-таки как раз несколько слов про художественный конкурс «Ремарка» ещё сказала. Драматургические. Драматургические, да. Драматургический конкурс «Ремарка» сказала. Будет этап в Петербурге и будет этап в Казани. Это чисто профессиональный конкурс или это конкурс, который всё-таки направлен на широкую публику такой популяризирующей драматургии? Мне кажется, что невозможно вообще сказать, что профессиональный ли он или нет. Никому не запрещено взять ручку и бумагу и написать пьесу. И дальше, если ты присылаешь эту пьесу на конкурс, вступают уже другие правила игры. Её сначала читают отборщики, если она проходит, её читают жюри. А потом, если её поставили в театре, ну, если она заняла какое-то место, если она вышла куда-то, её поставили в театре, вот ты уже и профессионал. Что же касается самих, как ты назвала, этапов, это не совсем этапы, это просто финалы. Дело в том, что в конкурсе Ремарка несколько шорт-листов, их может быть хоть пять, хоть шесть, всё зависит от количества регионов, которые готовы нас принять. В этом году это два региона, то есть два города, это Питер и Казань, поэтому, соответственно, северо-западный регион и Приволжский регион. И вот северо-западный регион мы проводим в Питере, и там мы читаем шесть пьес, это номинации, значит, по три пьесы, в каждой номинации одна номинация это пьеса со всего мира, а вторая номинация это пьеса с северо-запада. Потом приезжаем в Казань, и там три пьеса со всего мира и три пьесы с Павловжи, соответственно. Вот, и зрители, которые приходят, конечно, в первую очередь зрители, слушатели, зрители это люди из театрального мира, но идут и обычные горожане в Батарусе. Большим удовольствием обычно всегда аншлаги на этих мероприятиях, потому что читка пьесы это своего рода уже особый театральный жанр. Нет декораций, нет костюмов, нет мизансен, но есть же артисты, они все равно играют, это, так скажем, финал застойного периода, то есть уже намечены характеры, уже артисты понимают, что они делают, зачем их персонажи, от чего они добиваются, да, поэтому это даже не назвать радиоспектакль, но это театр, это особый жанр, и в нем есть свои плюсы, потому что когда декорация стоит на сцене, на актере надет костюм, зрителю ничего не остается, как только смотреть именно на это, когда он слышит и видит только актера, то он сам себе нарисовывает все, что хочет в своей фантазии. И вот в Петрозаводске у меня есть такой проект, не то, ночное уединение театра и общества, где мы раз в две недели собираемся и читаем пьесы по ночам, в 23.30 это начинается, где-то там читка, потом обсуждение, в три ночи мы расходимся, в четыре бывает. Так вот, набивается полный зал обычных людей. А вот этот опыт читать так пьесы, вы уже обсуждали с Константином Солдатовым, он заразился такой идеей? Думает ли он что-то подобное делать на драмте? Ну, во-первых, Костя читками тоже занимается достаточно давно, он как режиссер делал читку и на Любимовке, я видел это, и после этого в различных регионах участвовал в лабораториях и читки делал, поэтому, мне кажется, заразился он этим достаточно давно и, насколько я понимаю, он тоже планирует здесь проект, у него даже есть название, это будет называться «Нам не все равно». То есть что-то такое тоже будет, да? Ну и как по твоему ощущению, Константин Солдатов, он уже вросся в этот город, то есть он почувствовал, как он дышит, как дышат не только актеры, с которыми он работает непосредственно, но зрители, не знаю, чиновники, которые связаны с этой сферой, бизнесмены, с которыми приходится общаться. Я не буду говорить за Костю, я просто не могу говорить за другого человека. Мне кажется, он хочет принести большую пользу театру, хочет сделать все, что от него зависит. Насколько он вросся, не вросся, это зависит не только от него. Дело в том, что художественный руководитель, чтобы имел возможность работать, нужны некие условия. Конечно. Если этих условий предоставить ему не смогут, речь, конечно, не о жилье, не о зарплате сейчас. Я говорю там о других условиях, которые необходимы просто для работы, да? Необходима возможность набирать свою команду, например. Если Костя сможет набрать свою команду, то есть художественный руководитель должен... А кто члены команды? Все. Все. В первую очередь директор, понимаете? Вот есть художественный руководитель, есть директор театра. Если художественный руководитель или директор театра, или там главный режиссер или директор театра, не в команде, друг с другом, все. Дальше ничего уже невозможно. Дальше строить невозможно. То есть в первую очередь это директор. А затем начинается, ну все, что идет дальше, да? Это все цеха, это снабженцы, да? То есть, ну все ведь набирается как? То есть если хороший директор, то вместе с директором неправильно я дал оценочное слово, хороший, нехороший, неважно. Если директор в команде, понимаете, да? То тогда следующие люди, которые идут за в цехами, они тоже в команде, они отвечают за свою работу, они понимают, что они делают, они понимают, для чего они это делают, какую миссию они выполняют. И, соответственно, следующих уже набирают уже они. И так дальше, и так дальше. А в театре без этого никуда. К сожалению, и сейчас вот в драматическом театре, конечно... Пока не ощущается команда? Не ощущается. То есть есть зачатки, есть люди, которых видно, которые очень хотят, которые кости помогают изо всех сил, но пока их усилия спотыкаются на мощный слой старого ила. Да, я думал, что ты это скажешь. Я вот сегодня сравнил театр, Кировский драматический театр с кораблем, с огромным, большим кораблем, который оброс ракушками. Ты перед детьми такое сказал? Нет, нет, нет. Это я сегодня давал интервью. По-моему, этот сайт называется «Геометрия». Вот. С мощным кораблем, который оброс ракушками, водорослями, все на нем висит. Пираты Карибского моря. Да, на нем нет капитана, есть команда, которая как бы не знала долго, куда вообще двигаться. Появился капитан, который теперь пытается… Отоздрать с кожи эти ракушки. Да, сдвинутый от корабля. Ну, Косте надо отдать должное, он пытается очень аккуратно их чистить, не отрывая кожу. В этом мы с ним отличаемся здесь, потому что у него есть неопределенное количество времени впереди, а у меня два месяца, за которые я должен выдать на гора спектакль в состоянии какой-то готовности, и у меня больше не будет никакой возможности его довести, потому что я уеду. Костя может свои спектакли доводить и постоянно за ними следить, он здесь остается. Ну, и ему можно аккуратно что-то делать. Да, мне тоже многое приходится делать аккуратно, но иногда бывает момент, когда приходится что-то с кожей отрывать. Расскажи, пожалуйста, про эти моменты, потому что об этом уже речь идет, и прямо вот люди говорят о том, что даже на самом начальном этапе у вас с некоторыми актерами настолько было неприятие, что актеры отказывались от предложенных им ролей. Не со мной неприятие было, а с материалом. Это совершенно разные вещи. Не с твоей манерой разговаривать? Нет, конечно. Нет, с материалом. Почему? Хорошо. Это неверная информация, не знаю, от кого она дошла. То есть ты не тиран, да? Я тиран иногда, а иногда деспот, а иногда нежный, добрый, пушистый. Просто есть такие ощущения, что не все еще привыкли здесь к таким нежным, добрым, пушистым тиранам. Здесь вообще, я скажу так, в принципе, не все привыкли работать. Понимаете? И понимают только метод пендаля волшебного. Вот и все. А люди, которые работают, их можно только хвалить, помогать. То есть если человек хочет, то если я даже вижу, что что-то не получается, но человек честно, искренне старается и изо всех сил пытается, я никогда не буду для него тираном. Я вложу в него все свои силы, которые у меня будут, только чтобы у него получилось. А вот если я вижу, что человек не хочет, ну то есть вставляет палки в колеса или просто ему это неинтересно и он безразличен, да, то тогда, конечно, я становлюсь тираном. А почему приходится с ними продолжать работу, если человек не хочет работать, не хочет играть в спектакле? Подождите, мы сейчас говорим не об артистах, а мы говорим в принципе. Если говорить об этом случае, в нем нет вообще ничего абсолютно страшного, тем более, что были еще... То есть мы изначально, я вел разговор так, друзья мои, я понимаю, что вы играли здесь всю жизнь совершенно другое, вам может быть это непривычно, поэтому если у кого-то там отторжение какое-то, то вы можете мне об этом сказать и просто уйти. Поэтому человек этим воспользовался на каком-то этапе, он подошел и сказал, Олег Михайлович, я не могу это играть, вот не могу, это против моих принципов и я уточнил, может быть, я допустил с вами какую-то ошибку, там, бестактность или что-то и вы как-то не готовы со мной работать, он сказал, нет, вы ни при чем, а пожалуйста... Материал. Да, это материал. Вот у нас сегодня в программе особое мнение, добрый, мягкий и пушистый тиран Олег Клиповецкий, который ставит спектакль, а Джилетова жила в нашем драматическом театре. Тогда к материалу давай еще раз обратимся. Можно пока, чтобы там расставить все точки, я скажу, что я не говорю, что я всегда там белый, пушистый, да, есть разные методы работы. Нужно понимать, что иногда, тем более мы работаем с таким материалом, как живой актер, актеры иногда бывают обросшие штампами, да, который 20 лет играл одно и то же и теперь мы пытаемся, я как режиссер пытаюсь вдруг, да, из актера что-то вытащить новое. Он хорошо играл, замечательно играл, но я вижу, что он может другое, может больше. И иногда приходится, вот как вы говорили, как ты говорила. Опять перешел на вы, когда тебе вода зашла? Да, как ты говорила, отдирать кожей. Да, и это всегда неприятно. Конечно, иногда всегда, иногда всегда. Иногда всегда это неприятно, и я скажу, что неприятно обоюдно, потому что и актеры иногда не выдерживают и тоже пытаются быть тиранами со своей стороны, с режиссером. Потому что мы все живые люди, и с этим приходится мириться и работать как-то. Ну вот, возвращаясь к материалу пьесы, мы при первой нашей встрече здесь на волнах радиостанции нашей не рассказали подробно, лишь обозначили штрихами, что это будет. Поэтому, поскольку уж совсем недолго осталось до премьера, давай напомним время, когда выходит. 15-16 апреля. 15-16 апреля, то есть вот-вот. Расскажи основное, сохраняя интригу, конечно, но еще раз основные мотивы пьесы, которые вы ставите. Основные мотивы пьесы. Дело происходит в 2056 году. Это фантастика. А то, что на сцене Кировского драмтеатра ставится фантастика, это тоже фантастика. Это ироническая антиутопия. То есть это мы рассказываем весело о грустном антиутопии, поскольку это, ну если утопия это мечта, то антиутопия это антимечта. Но рассказывать мы будем об этом важном и грустном очень весело. Стараемся, по крайней мере, очень весело. Это сложная задача, правда же. Я никогда не жаловался на чувство юмора. Другое дело, что у всех людей чувство юмора разное, поэтому... Кто как вас примет, то хочешь сказать. Кто как вас примет, это мы увидим, когда люди придут в зал. Что еще сказать? Ну, то, что называется «Джульетта выжила», не хочется быть, не хочется рассказывать нарратив, сюжет, да. Мы можем с тобой в игру сыграть, если я со студентами играл. Какая Джульетта? Ну, какие у нее качества? Внутренние качества? Джульетта тонкая, трогательная, вредная, возвышенная. Ну, вот это то, что мы помним. Мне кажется, маловато. Конечно, маловато. Главных качеств. Подожди, ты не сказала главных качеств. Ну, я ей не скажу, я хочу от тебя их услышать. Это твое особое мнение? Ну, страстное. Она страстная. Наверное. Она сильная. Возможно. Она же приняла решение пойти против воли своего отца и так далее и тому подобное, да. В то время это очень серьезно. И она приняла это решение из-за любви. То есть, это страстная, сильная, молодая, умная женщина. Кто играет в вашем спектакле эту роль? Марианна Зун. Какой Ромео? Какой? Ромео, это игра странная. Ты со мной играешь, а не я с тобой. Ромео романтичный, согласна? Вероятно. Романтичный, благородный. Вот он как раз возвышенный, честный. Он возвышенный. А вовсе не конечный. Выбор делает Джульетта, мне кажется, в таком случае. Конечно. И вот давайте представим себе, что эти два героя попадут хотя бы даже в наше время. Ладно, в будущее. В наше время. Вот такая Джульетта, страстная, пылкая, сильная, смелая. И такой Ромео романтичный, нежный, добрый. Пацифист. Он же пацифист. Он всех мирил. Как мир обойдется с ними? Пьеса называется «Джульетта выжила». Хорошая, хорошая интрига. Напоминаю, что мы общаемся с Олегом Липовецким и говорим в том числе и о том, какая пьеса уже практически поставлена на сцене нашего драматического театра. Я хотела себе вот еще о чем спросить. Ты очень активен в соцсетях. Если кто еще не подписался и не видит, что постит Олег Липовецкий в социальных сетях, то я скажу, что достаточно бывает иногда резкие вещи. То есть очень активно следишь за новостным фоном, в том числе даже за законодательными инициативами. И много бывает возмущений у тебя по этому поводу. Скажи, вот такая активная общественная жизнь, ну, может быть, я не знаю, ты не участвуешь там сам, физически активно в общественной жизни, в политической, но вот то, что ты следишь за ней, она тебя наполняет какой-то энергией, а не опустошает? Потому что вот когда ты внедряешься в этот поток новостей, по большей части негативных, которые льются, то это же отдирает тоже от тебя куски мяса, души и прочего, и ума очень у многих, да? Вот почему ты позволяешь себе следить за новостями, или почему ты считаешь, что важно это делать? Потому что это часть моей и нашей жизни, и если я хочу говорить с людьми о том, что у них болит, а театр должен говорить, современный театр. Театр не может быть несовременным, поскольку театр — это искусство сиюминутное, живого общения. Если театр не говорит о том, что у людей болит, он не имеет права на существование, значит, государство напрасно тратит деньги, если театр несовременен. Чтобы быть современным и понимать, о чем болит сейчас у людей, нужно быть в курсе этого. Поэтому, конечно, никуда не деться от этой жизни, которая, впрочем, и сама заходит в дом. То есть даже если ты не хочешь идти в политику, то политика приходит просто к тебе. Политика приходит, когда твоих друзей или твоих знакомых арестовывают просто так. Политика приходит... Да, мы сейчас прервемся, да, завершай. Это перед укладом. Политика приходит в свой дом, когда ты заходишь в магазины и видишь, что вдруг репрессировали сыры, там, творог, там, и еще что-то. Репрессировали сыры, это хорошо. Репрессировали сыры, да, и на их место приходят какие-то пальмовые суррогаты, которые ты должен покупать и есть. Политика приходит, когда ты приходишь в школу за ребенком и понимаешь и видишь, какие висят плакаты в школе, чему учат детей, и вообще, что делать с образованием. Политика приходит, когда твоя старая мама не может попасть к врачу, потому что провели реформу. Политика окружает меня, я не занимаюсь ею, просто я выражаю свое отношение к тому, что происходит. Мне кажется, если бы все это делали, может быть, не позволяли бы себе так с нами обращаться. Это сказывается на твоей работе? Может, после рекламы? Да, ну, ты просто четко скажешь, да или нет. Конечно, это после рекламы. Мы возвращаемся в студию. Это Олег Липовецкий, театральный режиссер, художественный руководитель конкурса драматургии «Ремарка». И мы беседуем обо всем, что нам приходит в голову. И остановились мы на том, что политика, политика помогает Олегу в его творческой деятельности, профессиональной деятельности. Скорее, не политика все-таки, а моя включенность в общественные процессы. Да, совершенно верно. Как это сказывается тебе? То есть, в чем это выражается? Как-то на работе сказывается, конечно. Конечно, да. Но есть какие-то темы, которые меня волнуют, и я стараюсь выбирать, в том числе, и такие пьесы, в которых эти темы затронуты, и переносить их на сцену, в том числе и «Джульетта выжила». Например, там есть такие темы, зритель это увидит. Я постарался некоторые мотивы в этой пьесе обострить и углубить. По ходу постановки, в том числе и в зависимости от того, что там произвело на тебя впечатление извне, вот из этого политического фона, какого-то информационного, у тебя возникает? Ты меняешь, например, свои значения? Нет, конечно. Я не хочу быть севминутным. Фон этот складывается за много времени. Я же вот не один раз посмотрел на онбук. Я понимаю, что происходит на каком-то уровне, тем более, что я очень часто езжу по России и вижу не только даже областные большие города, и не только просто маленькие города. Я сам из маленького города, из моногорода вообще, где я только один зовут, и больше ничего нет. Петрозаводск, наверное? Нет, нет. Нет, Петрозаводск — это столица Карелии. А родом я из города Питкеранта. Боже мой, я бы не Питкеранта произнесла. Да, это бывшая финская территория, которую отобрали в своё время после войны у финнов в виде контрибуции. Вот там был финский завод, ещё финнами построен, с железнобумажный, который работает до сих пор. Финский завод, и вокруг него городок. Две школы там, и живут люди, которые работают на этом заводе. Вот я из этого города. И сейчас я езжу часто и проезжаю мимо, и заезжаю в маленькие города, и вижу, как живёт Россия, и это производит впечатление ужасное и угнетающее. А так как есть с чем сравнивать, как бы нам ни говорили о загнивающем западе, я живу в месте, где от меня 4 часа финская граница, и я переезжаю туда, и сравниваю две деревни, которые находятся в 10 буквально километрах друг от друга, и становится понятно, что и где гниёт. Да. Алексей Лобанов, художник, который участвует в установке спектакля «Джулета выжила». Я была свидетельницей того, как ты с Алексеем, поскольку поправь меня, если я не права, обсуждал возможность или невозможность привоза какого-то материала, который вот тебя убеждали, что нельзя, тебе он нужен был, алюминий для чего-то там. Мне было такое ощущение, что вы говорите о каких-то настолько глобальных, и настолько там серьёзных, дорогих, может быть, декорациях, что думаю, боже мой, что же нас там ждёт, что же нас там ждёт. Вот расскажи, пожалуйста, тоже вот немножечко так, секреты, что нас там ждёт с точки зрения эффектов. Конечно же, мы не говорим ни о каких-то глобальных декорациях, супердорогих. Это невозможно просто в Кировском драматическом театре пока на этом этапе. Просто проблема в том, что театр ограничен в финансовых средствах и ограничена организация своей работы. Поэтому всё время возникают проблемы в подготовке, там ещё в чём-то, ещё в чём-то. Декорация должна быть, должна чётко выполнять свою функцию, то есть я не буду всё-таки выдавать, что там будет. Я просто... Ну всё, конечно, нет, может, чуть-чуть. Она, во-первых, должна быть... Как это будет выглядеть? Ну как, а что-то будет смотреть. В каком это всё будет стиле, расскажи. Я не знаю. На что настраивается? На космический па... Космический аппарат, на... Значит, ни на что не надо настраиваться. Ни на что не надо настраиваться. Да. Конечно. Люди придут и всё увидят сами. Декорация должна быть стильной. Декорация должна быть выполнена безукоризненно. То есть мы противники, и я, и Лёша. А Лёша в особенности. Он человек рэдимейда, ну так скажем, чаще всего. То есть он очень не любит в кавычках, я беру сейчас, делаю так пальцами, театральщины. Он любит, чтобы всё было сделано, всё было по-настоящему, да, что в театре очень тяжело добиться, особенно если там в театре не очень подготовленные цеха. Вот поэтому вот этим мы и занимались, мы добивались, чтобы не было театральщины. Ваш поход в магазин, по магазинам за костюмами, то есть в обычном. Он был не один, но ещё. И не один, но вот основу отсылаю к фейсбуку уже группе драм-театра с фотографиями, где сначала удивлённые глаза актёров, которые, вероятно, впервые в такой вылазке, да, в таком шопинге для спектакля, потом восхищённые, потом уставшие тела, лежащие на скамейках, от того, что устали ходить по магазинам. Это впечатлило меня. Лёша очень интересный художник по костюмам, и у него интересная очень манера работы. Эскизы, которые он делает, это скорее не точное, не точное предсказание того, что будет, а это намёк на образ, который должен создавать костюм. А дальше начинается импровизация, да, Лёша идёт с людьми в магазин и смотрит на людей, смотрит на одежду или там в секонд-хенде, или куда-то ещё в стоке, смотрит на людей, смотрит на одежду и на ходу начинает, находит одну вещь, потом к этой вещи уже ищет другую вещь, потом третью. Поэтому некоторые костюмы, они изменяются, они вообще не похожи на то, что было на эскизах, но остаётся атмосфера. Атмосфера вообще, она всё равно остаётся. Но зато каждый из этих костюмов абсолютно подходит к человеку, который его носит. То есть это не так, что кто бы ни играл, вот нарисовано платье, оно будет так сшито в театре и будет носиться. Нет. Каждый костюм подбирается специально на индивидуальность. Кроме того, что это должно соответствовать персонажу, характеру персонажа, это ещё и должно соответствовать характеру актёра. Вот. Я могу ещё добавить о сценографии, что нам, мы хотели слушать, создать искусственный мир. Мир стерильный, то есть какую я задачу ему ставил. В пьесе же вы помните, что там люди отделены друг от друга, они не общаются, кругом вирусы бушуют, и они живут в искусственном мире, который защищён, стерилен, и так далее, и так далее. Я дал задание Алёше вот этот мир создать, который защищает людей от вирусов, якобы, которых то ли есть, то ли нет, непонятно. Но об этом люди узнают, когда придут на спектакль. Он этот мир создал. Мне кажется, очень точно, неожиданно, совершенно неожиданно для меня, то есть поначалу у нас менялась несколько раз концепция. Он одно предлагал, потом говорит, нет, мне что-то не нравится, другое предлагал, третье. И мы пришли неожиданно для меня совершенно какому-то решению, которое вначале не ожидало. Не предполагалось даже. Ты доволен сотрудничеством? Я не первый раз работаю с Лёшей, и я всегда доволен сотрудничеством с ним. Кроме того, что замечательный художник, он очень позитивный человек. Даже когда всё плохо, он улыбается, это приятно. Расскажи нашим слушателям, кто принимает участие в постановке, кто что играет, какую роль. Джульетту играет Марьяна Узун, Ромео играет Иван Шевелёв, а Рамы играет Захар Пантелеев, мам, у нас две мамы, то есть два состава мам, Галина Николаевна Мельник и Наталья Николаевна Исаева. И Папу Ромы играет Вячеслав Николаевич Лосинков. Вот такой состав спектакля. То есть он немногочисленный? Этого достаточно, чтобы порвать зал при хорошем стечении обстоятельств. Ну, расскажи ещё тоже, как долго длится спектакль? Я не могу сказать, я думаю, примерно час тридцать пять, час сорок без антракта мы играем. Хорошо, а какова готовность у вас сейчас? То есть ты уже, как бывает обычно, первая премьера это генеральная репетиция практически у вас так? Нет, 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 у меня так вообще бывает обычно в не очень хороших театрах. У меня немножко другой принцип. Я пытаюсь добиваться в Кировском драматическом театре на данный момент это очень тяжело сделать, но я пытаюсь добиться, чтобы спектакль был к премьере готов полностью. Посмотрим, ну, то есть готовность, то есть и актерская готовность и сценографии, свет, звук, видео, да, тем более, что у нас очень много медиа. С одной стороны это онлайн-видео, которое будет у нас в спектакле, онлайн-трансляция. С другой стороны это видеоролики, много видеороликов, которые создавались, снимались, сегментировались специально для спектакля, которые будут внутри спектакля, в которых играли те же артисты, что играют в спектакле. Кто делает это всё для вас в медиа? Денис, который работает у вас. Денис Князев, наш звукорежиссёр. Звукорежиссёр замечательный человек. Что очень приятно. У нас такое сразу. Не зря мы здесь на театральной площади все вместе находимся. Спасибо тебе большое, что пришёл. Я обязательно приду на вашу премьеру. Кроме того, после премьеры будет обсуждение, насколько я помню. Я об этом ещё точно не знаю. Наверное, будет, раз ты помнишь. Планируется. Наверное, планируется. Кажется так, потому что мы разговаривали. Мне бы было интересно. Это было бы, наверное, здорово. Ну что, увидимся на премьере с нашими слушателями. Я так специально закидываю. Видишь, всех призываю. Будет, правда, приятно. Олег Липовецкий его оставил. Будет интересно. Это будет спектакль Драйв, я вам обещаю. Такая ещё у нас реклама идёт. Это что? Олег Липовецкий, театральный режиссёр. Спасибо. До свидания.